Ассалам алейкум, братья и сестры! Доброго времени суток всем! Сегодня у войнахского народа день скорби, годовщина насильственной депортации их из родных семей, 23 февраля 1944 года. Мы, турки из Ахыска, скорбим вместе с ними и разделяем их боль, утраты. Нас с ними объединяет точно такая же трагедия, которая случилась с нашим народом. В том же году, в 1944, поздней осенью, из приграничных с Турцией районов Грузинской ССР, около 100 тысяч турков были насильственно депортированы в Республики Средней Азии. Причиной этих совершенно бесчеловечных действий Сталина стало ложное обвинение турецкого народа в пособничестве Турции. Хотя никаких доказательств этому предоставлено не было. Как раз наоборот. Все наше взрослое мужское население в это время сражались в рядах Красной Армии, вместе с другими народами, ведя ее к победе на фронтах Великой Отечественной войны. И большинство погибли, оставив за собой вечные слезы отцов и матерей, сломанные судьбы их жен, на плечи которых упало тяжелое бремя растить осиротевших детей. Нередко ценой собственной жизни. А что касается Турции, к тому времени она не представляла никакой угрозы для Советского Союза. Но случилось то, что случилось. В те трагические годы, в нечеловеческих условиях, от холода и голода, один за другим погибали дети, женщины, старики. А выжившие были вынуждены скитаться по чужбине в поисках пищи и крови. Так и шли годы, менялись поколения, прошли десятки лет. Но справедливость так и не восторжествовала в отношении нашего народа. Хочется это подчеркнуть. В отличие от войнахского народа, крымских татар, всех остальных народов, кого постигла такая же участь. Нас, турков, так и не репатриировали. Нам не вернули наши исконные земли. Сегодня Россия, как преемница Советского Союза, больше всех несет ответственность за произошедшее 79 лет назад. Но до сих пор так ничего и не сделала. Грузия всегда пренебрежительно относилась к теме репатриации турков-месхитинцев. Как таковыми они нас называют. Сейчас, в 21 веке, наше возвращение в Ахыска начинает терять всякий смысл. Мы живем разбросанно в нескольких странах. Если не ошибаюсь, в девяти. И везде социальные условия для жизни не хуже, чем в Грузии. Не говоря уже о наших родных селах в Ахыска. Я лично сам ездил и видел. За 80 лет после наших там почти ничего не изменилось. Наши дома стерты с лица земли. Ишь малая часть в руинах. Земля только родная стоит. Поэтому, скорее всего, мы туда не вернемся. Но и не забудем никогда о том, как с нами поступили. Слезы наших стариков, которые умирали на чужбине с тоской по родине, мы не простим никогда. И слава Всевышнему Аллаху, мы с вами сейчас живем в хорошее время. Если, конечно, не считать вот эти события в Украине. Опять-таки, эта война России с Украиной – очередное испытание для нашего народа. На этот раз мы столкнулись с невиданным прежде обстоятельством. Наших мужчин призывают на фронт. Люди вынуждены идти воевать. Кто за Россию, кто за Украину. Наши живут и там, и там. И эта война сталкивает наших братьев друг с другом. Такого с нами еще нет. И они не виноваты в этом. Нельзя их за это осуждать. Эти люди не по своей воле оказались там, где сейчас живут. И пусть Аллах, джелля-джеллялю, поможет им пережить это трудное время. За многовековую историю нашего турецкого народа на его доле выпало огромное количество тяжких испытаний. Несмотря на все суровые условия, разлуки, потери близких, наши деды и прадеды с честью и достоинством выстояли многочисленные удары судьбы, оставив нам прекрасное культурное и духовное наследие. Мы также благодарны братским народам Казахстана, Тиргизии и Узбекистана за их человечное отношение к нашему народу в первые годы высылки. Будем помнить это всегда. И в завершение я хочу обратиться к своему народу, к Ахскалы Туркам. Переезжайте в Турцию. Она наша родина-мать. Так было всегда, так есть, так и будет. Это наша страна, великая, с великой историей. И чем больше нас переедет в Турцию, тем меньше вероятности нашим людям вдали от Родины попасть под очередной удар судьбы. Поэтому переезжайте в Турцию. Хотя бы те, кого ничто не держит там в ваших насиженных местах. Хорошая работа или свой бизнес. Если этого ничего нет, уезжайте оттуда. И ничего не бойтесь. Мы народ патриотический. Такие, как мы всегда нужны стране. И если нам придется воевать за нашу любимую Турцию, мы сделаем это с радостью. А наша родная Ахыска останется в нашем сердце и в памяти. Навеки. И с поколений в поколение. По крайней мере, будем стараться рассказывать своим детям и внукам, кто мы, откуда мы. Может, это кому-то уже неинтересно. Но я уверен, многие согласят со мной, что так будет правильно. И да поможет нам Аллах. Будьте здоровы. Ассалам алейкум. Будьте здоровы.